Гонконг пережил самую горячую ночь с начала протестов. Об этом сегодня пишут мировые СМИ. Об уровне жестокости, которая царила на улице города, свидетельствуют хотя бы вот эти кадры. Полицейским пришлось достать оружие, чтобы защититься от демонстрантов. Как говорят очевидцы, вооружены арматурой и трубами. Активисты преследовали правоохранителей, когда один из них упал, попытались добить лежащего. Якобы ночью прозвучали даже предупредительные выстрелы в воздух из боевого оружия. Еще одна крайняя мера. Для полиции толпу накануне разгоняли не только зарядами со слезоточивым газом. В город впервые вывели водометом. Правда, пол демонстрантов это не охладило. Они продолжали строить баррикады, закидывать полицию камнями, петардами и даже зажигательными бомбами. В результате столкновения пострадали 15 полицейских. Задержаны больше 30 человек, в том числе 12-летний подросток. Досталось на выходных не только правоохранителям, но и высоким технологиям. Активисты снесли несколько так называемых умных столбов. На них якобы установлены распознающие лица камеры. Хотя власти уверяют, система собирает данные только о погоде и пробках. Тем временем появились сообщения, Пекин теряет терпение и вот-вот готов ввести в город войска, который стянул к южной границе. А местные власти возлагают большие надежды на начало учебного года. Мол, необходимость ходить на занятия заставит, наконец, молодежь уйти с улиц.